Традиционный юношеский турнир по бадминтону на призы мастера спорта международного класса Андрея Антропова вновь собрал в Омске сильнейших спортсменов со всей России. Участников в этом году у нас было 255. Мы проводили 5 возрастов. Регионы от Владивостока до Москвы, 10 регионов. В принципе, география такая довольно обширная. Несмотря на высокую конкуренцию, амичи смогли отвоевать у гостей свою часть наград – 18 медалей. Три из них в копилку нашего региона принес кандидат в мастера спорта Марк Вальдер. Он стал обладателем серебряных медалей в одиночном разряде и миксти вместе с Вероникой Борисовой, а также примерил бронзу в парных соревнованиях. Задачи были войти в четверки, и получается я везде вошел, все выполнил. Не хватило, мне кажется, уверенности в победе, потому что мало играю в финалах. Достичь бы хотелось мастера спорта как минимум, ну и играть дальше в бадминтон. Награду высшей пробы на турнире удалось добыть амичу Евгению Кошману, который выступал в паре с Максимом Макаловым из Владивостока. Эти спортсмены впервые сыграли вместе около восьми лет назад, и сейчас их совместная работа приносит золотые плоды. Первый раз мы сыграли около восьми лет назад, первый раз, когда еще были дети, нас тренера вместе поставили, но потом стали выигрывать, вместе повышаться, вот так и стали играть. Потом вместе бросили, потом вернулись и опять выиграли. За счет чего складывается успешная парная игра в бадминтоне? Что для этого? Ну, взаимопонимание партнеров на площадке, ну и в принципе это самое главное, и поддержка, поддерживает друг друга в той же ситуации. Для многих спортсменов участие в таких массовых турнирах – это не столько борьба за медали, которые заполучить здесь может далеко не каждый, сколько отличная возможность отточить свое мастерство и набраться опыта в играх с сильнейшими соперниками со всей страны. Именно с такими целями в Омск приехала Лада Тарасова из Перми. Изначально я настраивалась просто показать игру, даже не выиграть. Это просто, наверное, соперница, видимо, не до конца настроилась, потому что я знаю, какие у нее силы в принципе. Но тактика моя была такова, то есть, когда я начала часто ошибаться, я начала укорачивать свое поле, стараться бить больше на сетку, потому что задняя полоса у нее достаточно хорошо ее держит. В принципе, вся тактика больше на сетку. Также в рамках этих стартов проходили детские соревнования, где свои силы могли испытать спортсмены 2006 года рождения и младше. Свои страхи надо победить, чтобы быть сильнее, чтобы ничего не бояться. Например, если ты играешь против... Мы с Лизой играли вчера в три партии против девочек седьмого года, и мы проиграли в три партии. Потому что мы сдавались. И в том, что хоть соперник и больше, и старше, чем ты, но все равно надо бороться. Очень успешно омские соревнования сложились для Веры Кузнецова из Свердловской области, которая завоевала награды высшего достоинства сразу в трех номинациях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова